Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Десять лет назад компания друзей отправилась в путешествия. Они снимали свои приключения на любительскую видеокамеру. И даже не думали, что начинают культовое тревел-шоу «Орел и Решка». Орел! 530 выпусков. Десятки звездных ведущих. 60 миллионов телезрителей во всем мире. Миллиард просмотров на ютубе. О нас говорила даже Мадонна. Я впервые что-то выиграл. В честь десятилетия мы дарим нашим зрителям 10 выпусков, которые проведут суперзвезды. С днем рождения. С днюхой вас, друзья. Поздравляю. День рождения. С днем рождения, Решка. С десятилетием больше путешествуете. Открытых границ. И отрицательных тестов на коронавирус. С днем рождения. С десятилетия. Люблю до чертиков. Сотни стран и тысячи городов. Путешествие с «Орел и Решка» – это всегда изобилие эмоций, впечатлений и возможностей. Берем от приключений все вместе с премиальной картой Мастеркард. Вот это уровень, вот это я люблю. Важно узнать только пароль и выделить каких-то пару секунд для удобной оплаты. Можно делать эпичные развороты? Начали! Всем привет! Никогда бы не подумала, что скажу это, но с вами программа «Орел и Решка». Это Надя Дорофеева. И Вова Дантес. Владимир Дантес. Десять лет назад его звезда загорелась на украинской фабрике звезд. Сейчас Дантес может похвастаться успешной сольной карьерой… Более или менее… Карьерой ведущего… Жареный холодец – это вещь. И своей любимой женой – нашей звездной ведущей. Забуду именно, любимое мое, твои имена… Надя Дорофеева прославилась как солистка популярнейшей поп-группы «Время и стекло». Наверное, потому что все это мое чувство… А теперь у Нади сольный проект Дорофеева, который, если бы не карантин, сейчас разрывал бы все танцполы страны. Пусть горит моя душа, хочу чтоб до утра, а может даже дольше, а может навсегда… Мы в столице Иордании – Омане. Это правильно, но еще десять лет орлую решке и этого еще до нас никто не делал. Никто не подарил имениннику торт. Давай, поджигай свечи. Поджигает, нет? Да, руку точно поджигает. У меня сгорели все волоски на пальце. Боже, какая трудная передача. Там все будет. Программа сколько идет? 40 минут? Все нормально сейчас. Вот так вот закрывай. Закрывай. Надя! Только начали вместе сниматься в программе и развелись сразу. Неприятно. С днем рождения. С днем рождения, Орел и решка. С днем рождения, Орел и решка. С днем рождения, Орел и решка. Ой, ну что, ты готова? Я готова. Я волнуюсь. Я надеюсь. Выбирай. Орел. Тогда я решка. Удачи тебе. Ну я рад за тебя. Рад за тебя. Честно? Конечно. Спасибо. Я надеюсь, что так как здесь не жарко, не покатается хотя бы на каком-то шикарном кабриолете. Рюкзачок уже, ну все, ему на пенсию пора. Не стильненько. Цвет не подходит. Под мой пиджак? Пальто? Ну вообще не подходит. Оман. Это слово звучит, как песня Муэдзина перед утренней молитвой. Хотя Оман и является столицей Иордании, но остается в тени ее главных красот. Мертвого моря, пустыни Вадирам и знаменитой Петры. Просто Оман из тех городов, которые умеют прятать свои диковины. Он похож на квест-комнату по мотивам «Тысяча и одной ночи». И сегодня мы отправимся в этот удивительный квест. Погнали! Вау! Говорят иорданцы очень любят свою королеву. Во-первых, она самая красивая, во-вторых, самая обожаемая, ну а в-третьих, самая богатая. Вот и я сегодня хочу себя почувствовать настоящей королевой. О, господи, я даже немножечко сейчас стесняюсь, друзья, прямо передо мной не ламборджини, как мы все говорим, а ламборгини. Эту ламбу зовут Гайярдо, что с итальянского означает «галантная». Такую в Амане арендуют на виайпи торжества за королевские 500 долларов в сутки. Мне все нравится, но смущает немножко вот эти вот необычные цветы. Я вроде замуж уже вышла. Неважно, будь то свадьба или просто приехала уважаемая гостья, в Иордании принято украшать машину цветами. Спасибо, но нет. Ну странненько, ну честно говоря, в инсту заливать цветами странно будет. Правильно? Правильно. Ребят, ну риск – это благородное дело. Пойду узнаю сколько стоит такси, а вдруг повезет и я доеду до города на машине. Слушайте, ну 22,5 динара – это почти 50 баксов, ну 40. Ну на автобусе так на автобусе. А вот, кстати, автобус, чего далеко ходить, чего я выпендривался. Ребята, 3 динара – это не 22,5. Смотрите, у меня 25 центов. Спасибо большое, сэр. Ходят легенды, что король Хусейн когда-то давно подрабатывал в такси, чтобы поближе узнать свой народ. И кто его знает, кто у нас сейчас за рулем там. В моей семье тоже король. И тоже, знаете, когда жрать нечего, подрабатываю в такси. Это неправда. Метро я подрабатываю. Вау, я как будто прям на земле. Интересно. В Ламборгини я никогда не каталась и сейчас попробую это сделать. Погнали. Что может никогда. Ай, не знаю. Всего какой-то час и ты уже в Омане. Правда не в центре. Потому что как такового центра здесь нет. Здесь много маленьких как будто городков объединены в один большой город. Аман – одна из самых странных столиц мира. Она состоит из тысяч и тысяч одинаковых домов-кубиков цвета хумуса. Аман – это гигантский лабиринт, который разбивается на лабиринты поменьше. Вау, посмотри, просто лес из домов. Давайте прямо. Аман – не красавец. Нет тут вот этого шик, блеск, тысяча и одна ночь. Арабских понтов, скажем так. Ну вот сами посмотрите. Это главная улица столицы. Но Аман – это город, на который не нужно смотреть. Его нужно чувствовать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пусть горит моя душа, хочу, чтоб до утра, а может даже дольше, а может навсегда. Из миллиона одинаковых домиков-коробок в Омане выделяется шикарный деловой квартал на проспекте Рафика-Харири. Ребят, ну хоть выйти из этой машины по-королевски элегантно невозможно, но жить в Иордании я буду по-королевски в лучшем отеле страны. Это самое высокое здание в городе – отель Аман-Ратан. 188 метров в высоту, 50 этажей, 412 роскошных номеров, из которых я выберу самый дорогой. Самый дорогой номер находится на сороковом этаже отеля и стоит 2100 долларов за ночь. Два этажа? Серьезно? Вау. Так, ну ребят, вы должны кое-что тоже знать. Дело в том, что я гастролирую все эти 10 лет и была в совершенно разных отелях. Но вот такого, так, чтобы посередине была лестница на второй этаж – офигеть. Пойдем туда посмотрим, Саша. Не, сразу на второй. Пойдем сразу на второй. Так, что здесь? Сразу какая-то дверь. Проверим. Ага, это выход. Нормально? Зашла и сразу на выход. Не-не-не, пошли посмотрим. Опаньки. Красивая спальня. Мне нравится. И зеркало тут? О боже мой. Тут прям все видно для утех. Спальня, пошли дальше. Ванная, красивая, душа. А ты тут голенький такой купаешься и смотришь на всех. Не совсем, кстати, чистые окна. Вот что странно, правда? А че не помыли королевские номеры с той стороны? Так, налево, направо, налево. Здесь есть еще просторная гостиная, роскошная столовая. В общем, королевский номер на целую королевскую семью. Ну, в общем, что я поняла, что номер этот очень официальный. Я как-то не могу ощутить уют. Я бы себе взяла немножечко поскромнее, чтобы можно было по коврику голыми ножками походить. А тут нужно ходить в королевских нарядах. Аман не просто какой-то там город из кубиков лего. Это один из самых старых городов мира. Вот сколько вы ему дадите? Пятьсот лет? Тысячу? А три тысячи триста лет? Не хотите ли? Вот. Римский амфитеатр. Понимаю, вопросики есть. Римский амфитеатр в арабской стране. Ну что ж, придется отвечать на них. Не пожалейте 3 бакса на входной билет. Оно того стоит. Я даже сниму маску, чтобы сказать вау. А тут высоковато, ребят, смотрите. Страшновато. Вот здесь бы выступить, потому что, знаете, ни одна фотография, ни в инстаграме нигде, ни одно видео, к сожалению, не передает какую-то энергию, которая присутствует здесь. Тут, ребята, я не шучу тут подъем ступенек 90 градусов. Просто вот так вот. Нужно подниматься. Что я вам скажу, ноги раньше у людей были гораздо накачанее. Амфитеатр тут построили римляне почти две тысячи лет назад, когда Аман назывался Филадельфии. Ну, как наш любимый сыр из роллов. Что интересно, трибуны обращены на север. Так что весь день солнце за спиной у зрителей и никому не светит в лицо. Я даже боюсь смотреть назад, ребята. Камера не передает, как же здесь высоко. Вы просто посмотрите, какой маленький человек там. Офигеть. Кстати, самая большая скамейка в мире получается. Иордания – мусульманская страна, но с довольно свободными нравами. Девушкам тут можно не носить платок. Да и сам подход к мусульманству тут очень продвинутый. Еще я узнал, что для исламского мира разработаны десятки приложений. Некоторые из них я скачал себе на телефон, потому что интересно. Сейчас расскажу подробнее. Муслим Про. Это приложение всегда напомнит о правильном времени для молитвы. Тут есть Коран в аудиоверсии и Кибла. Это компас, который указывает точное направление священной Кабы в городе Мекка. Мусульмане всегда молятся лицом именно к ней. Сейчас… Сейчас Мека находится именно там. Еще одно приложение – намаз. Обучение для начинающих. Что здесь можно? О, кстати, и начинающий. Тут четко и в подробностях по шагам указано, как правильно молиться. Я это приложение себе устанавливать не буду, потому что мой раввин это не поймет. А это скан халяль. Приложение позволяет владельцу телефона определить по штрих-коду, халяльный ли у него продукт в руках или нет. Халяльный, значит, разрешено исламом, а в нем нет там свинины, например, или крови или тому подобное. Помимо этого, в приложении уже указаны все халяльные марки чипсов, шоколадок и других продуктов. И еще одно приложение Музмеч – это специальное мусульманское приложение для знакомств. Говорят, что благодаря ему состоялись уже более 100 тысяч свадьб. Ну круто же! Прекрасно, давайте я попробую просто зарегистрироваться. Для этого нужно указать свою этническую группу, религиозное течение, загрузить лучшую фоточку… И можно искать свою мусульманскую любовь. Кстати, здесь еще есть приложение, где вы можете заказать жертвоприношение, но это вы уже как-то сами разбираетесь. Раз уж я решила провести королевский уикенд, то передвигаться по стране я хочу быстро и с комфортом. Говорят, королевские персоны любят вертолеты. Мне очень страшно! Что сейчас будет? Вертолетный тур по удивительным местам Иордании за полторы тысячи долларов! Повторые садов в лесу! Повторые садов в лесу! Повторые садов в лесу! Аааааа… Господи, как… Боже… Это что происходит? Что сейчас происходит? Повторые садов в лесу… Ощущение, как будто его ветром прямо относит, как будто не он управляет сейчас вот этим… А-а-а, господи! Какой шпар! Просто, понимаешь, он такой маленький, компактный, и кажется, что ты просто один и летишь в стульчике. В стульчике по небу. Вот такое вынесется ощущение. Не высоко. Это не высоко. Это высоко. Но это очень красиво. По-моему, видимость очень хорошая для меня. Почему она так шатает? Дальше все как в тумане. Я не могу сфокусироваться на этом виде, потому что мне безумно страшно. Я просто хочу, чтобы это быстрее. Нет, это закончилось. Помню, что летели над пустыней. Это что за воздушная яма такая? О, господи! Потом кружились над большими лысыми скалами. Господи, господи, боже мой. Пожалуйста, полетели куда-нибудь. А еще пролетали деревню пастухов-кочевников. А странный запах – это норма? Это все козы и овцы. Реально овцы. Смотри, как их много. Класс! Клево, клево. А сейчас мы куда летим? Мы летим к главной святыне Иордании – горе Небо, горе Моисея. Гора Небо ничем не отличается от соседних гор. Но если верить Библии, именно на этой горе Господь явился Моисею и показал ему землю обетованную. Сейчас мы летим на высоте 8 метров над уровнем моря, а скоро опустимся ниже уровня Мирового океана. Такое возможно рядом с еще одним чудом Иордании – Мертвым морем. Это самое низкое место на Земле – на 430 метров ниже уровня Мирового океана. И каждый год становится ниже на 1 метр. Очень жалко, что сейчас нет Вовы рядом. Мне кажется, был бы рад сейчас и увидеть эту красоту всю и полететь вместе со мной. Обидно. Так как я возле золота, еда соответствующая. Ну что, арахис он сытный. А на сытый желудок, как говорится, и золота меньше хочется. Это рынок золота Сук-Эль-Захаб. Даже если нет денег, сюда интересно просто прийти и поглазеть. Вы просто посмотрите, оно все блестит, все переливается. Тут просто километры цепочек. Килотонный колец. Сережек. И браслетов. Для меня это просто как сказка про Аладдина. Смотрите, какого оно ярко-желтого цвета. Проба орданского золота – тысяча. Это значит стопроцентное золото без примесей. Кстати, заметь, в чем прикол. Это не бронированное стекло, просто стекло. Тут вообще воровство не принято. И практически никто не ворует. Золото – главный подарок на свадьбу. А женщины тут всю жизнь его копят. Потому что по иорданскому обычаю при разводе все подаренное женщине золото остается при ней. Так что все эти цепи и браслеты – это стратегический запас. А вот мужчинам носить золото нельзя. Харам. Ну то есть мусульманский запрет. Можно только серебро. Нифига не окей, ребят. Ого, ты посмотри на эти кольца. Знаешь, это как история. Вот есть такие таксисты. Реально, которые ездят с такими перстнями. И думаешь, а почему ты в такси работаешь? Ты же можешь продать и купить себе жизнь. Иорданцы не любят миниатюрные украшения. Здесь золотом считается то, что весит больше десяти граммов. Остальное так – пыль с дорог. Ребята, в общем, не стыдитесь, если у вас всего лишь 50 баксов, а зашли в магазин, где браслет стоит 800. Спросите. Так, я не купил. Зашел в ювелирочку, купил малышке, значит, украшения, положил в этот шикарный дорогой рюкзак. Почему надо вот так ходить, типа? Спасибо, до свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Я прописала? Так, мы приехали на развлечение, которое обожают многие иорданцы. Это экстремальное вождение на машинах. Что это понятия не имею. И где, кстати, тоже? Там верблюды, овцы. Может там? Кстати. По иорданским горам ездят на мощных полноприводных внедорожниках с гигантскими колесами. Погонять на таком танке пару часов стоит 600 долларов. Так, ну, по-моему, это секси. Да? Мне тоже нравится. Берем красную, я выбрала. Класс. Прежде всего, конечно, нужно пристегнуть. Боже, как тут высоко. О-о-о. Вот так. О-о-о. Может быть, о-о-о. О-о-о. Посмотрим, что же будет. Я надеюсь, без о-о-о. Да, вот так вот, просто вот так вот мы берем. О-о-о. О-о-о. О-о. О-о-о. О-о-о-о. О-о-о-о! Господи боже! Серьезно? Я думала, мы просто по пустыне погоняем, а Ахмед стал собираться на отвесную скалу. Но? Пожалуйста, только не вниз! Пожалуйста! А дальше опять, все как в тумане. Итак, друзья, что я могу сказать. Больше никогда в жизни я не буду кататься на этих тачках. У меня были какие-то супер страшные эмоции. Я представляла, что я уже умерла, а мне стало обидно, что я умерла на съемках «Орла и решки». Как-то такая неприятная смерть. Но думаю, что Вова, когда посмотрит и узнает, где я была, он будет мне очень гордиться. Сокровище от «Орла и решка». Чтобы найти 100 долларов в Иордании, выдвигайтесь из Омана к Мертвому морю по трассе Dead Sea Road. Не доезжая километр до указателей нулевого уровня моря, сверните направо в пустыню. В 700 метрах от трассы, в фундаменте одного из недостроенных домов, спрятан наш клад. Удачи! Когда я смотрел «Орел и решка», я не мог понять, почему ведущий выбирает остановиться в хостеле. Ведь это так просто и уже даже не модно. Я считаю, что душа города – это его люди. Поэтому я выбираю каучсерфинг. Тем более, что все деньги, ну почти все деньги я потратил на подарок Наде. А каучсерфинг – это жить бесплатно. Бесплатно я люблю. За 10 лет с «Орлом и решкой» уже каждый знает, что каучсерфинг – это сообщество, где люди со всего мира бесплатно пускают друг друга к себе на ночлег. Я списался в фейсбуке с Мухаммедом, и он очень быстро ответил мне. Мухаммед? Да! Вау! Заходите! Привет, Мухаммед! Привет! Кстати, как классно, Мухаммед говорит по-русски. Он учился в Украине. Где-то учился? В Донецке? В Донецке. В Донецке. Супер! Я буду разуваться. Потому что чисто. А кто убирает? Пожалуйста. Жена. Жена. Визу от тебя. Передам своей. У нас здесь салон. Это салон, да? Салон, да. У нас это гостиная. А здесь кухня. О-о-о! Микроволновка, у тебя машина и стиральная, все есть. Все есть, все как положено. Здесь… Детская это, да? Детская. И тоже здесь вид. О-о-о! А это не Колизей? Выглядит как Колизей, кусок Колизея. Здесь старый Амман, старый сын Тараммана. Неплохо чай. Это чай с мятой. Это пирожки, а не мята. Это не пирожки. Сюда или убрать это? Просто. Это шпинат. С шпинатом. Смотри, у меня вот моя бабушка, когда я говорю, бабушка, я сижу на диете, мне нельзя. Она говорит, это шпинат. Она точно так. Покажи мне вместе с чаем, где я сегодня буду ночевать. Давай. Можно я произвести с чаем? Давай. Ой-ой-ой, ребята. Ну, королевские, как говорится, апартаменты. А так и говорится. Привет Коликамке. Чего я еще не сделала, что положено королевской персоне. Не побывала в ресторане. Сейчас я это быстро исправлю. АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА АААААААААААААА ну ладно. Ну ладно, подожди, подождем. Пошла исправлять. Вау, какой огромный ресторан, да зачем мне потолок, невероятно. Я выбрала ресторан ВААРТ, один из самых шикарных в Аммане. Он специализируется на праздничных блюдах и орданской кухне. Итак, я заказала блюдо, которое обычно подают важным гостям. Что-то традиционное и что является гвоздем программы на любом застолье. Ну, например, как в Америке индейка на День Благодарения, или как у нас горш, или вареники, или селедочка с картошкой. Я так не хочу же не могу жду. Спасибо большое. Can you tell me, please, what is this and that? Мансов. Миричо. And this? Лаван. Ага. Я боюсь, я боюсь эта куша. Я, конечно же, как на любой нормальный человек, курицу, рыбу ем, честно говоря, руками, но здесь это мне страшно. Кто это вообще? Это что, как будто верблюд. Я выяснила, что мансаф – это баранина, тушеная в йогурте из овечьего или козьего молока джамиде. Подается с рисом или булгуром. Но по центру обязательно должна торжественно торчать вареная голова барана. Голова в этом блюде для украшения, но если ты хочешь, можно есть все, конечно же, кроме зубов. При этом тебе еще могут подойти, разрезать и достать оттуда мозги, которые тоже люди любят кушать. Я, покажется, не готова ни к языку, ни к голове, ни к мозгам. Так, ну вот прям рукой, прям в ресторане надо делать, да? Я чувствую, как будто я делаю что-то незаконное. Так, он как-то мял руками. Вот так вот. Так. Как странно это делать вообще. И теперь я возьму кусочек мяса еще вот отсюда, например. Прям оторву. Иорданцы считают, что есть руками вкуснее. И делать это в ресторане вполне приемлемо. Главное, есть можно только правой рукой. Левая у иорданцев считается грязной. Очень вкусная еда. Это я вам говорю как бывший ведущий программы о еде. В общем, я узнал, что за последнее время открылась какая-то супер-мега шаурма. В чем ее супер-мегасть? Во-первых, это самая дорогая. Очень классно на 100 баксов есть самую дорогую шаурму, но ничего. И во-вторых, ее открыли два брата, которые постоянно ездят на Порше. Вот они, звезды Аммана. Братья Абдурахман и Ахмед. За ними легендарный Порше, на который на шаурмячили братья. А вот и икона амманской кухни. Шаурма Рим. Мы делаем шаурму с 75-го года. У нас уже есть несколько точек в Амане, в арабских странах, есть даже киоски в Европе. Ну, ребят, я из города Харьков, а значит там на студенческой, точек шаурмы столько, я в своей жизни и травился, и в восторге был. Но тут сейчас мы сравним. Ребят, сделайте красиво, пожалуйста. Я не могу смотреть на этот кусок мяса, реально, у меня слюни текут. В шаурмячной Ахмеда Абдурахмана крутится гигантский, сочный кусок баранины. О боже, какое вкусное мясо. Оно в такую самую меру зажарено, знаете, есть сторона корочки, которая вот еще чуть-чуть и было бы уже пережарено. Я могу предположить, что здесь возможно просто перец черный, возможно просто соль и хороший лук и томаты. И все. Очень вкусно. В этот уикенд со мной моя премиальная карта Мастеркард. Как только попадает в руки, сразу чувствуешь себя роскошно. Пару секунд и все готово. Премиально жить не запретишь. Ха-ха-ха. Ого. Понял, прикол. Че ты, Олеж, погнали? Ничего, не смешно, что ли? На второй день своих богатых путешествий я поехала в еще одно место, в котором грех не побывать, если приехал в Иорданию. Это старинный город Петра. Знаю, Орел и Решка там уже бывали, но в этот раз мне обещали эксклюзивный тур без туристов. Я смогу увидеть Петру разве что на найденных фотографиях. Мне остается продолжать исследовать Оман. Петра. Древний город, вырубленный в скалах и самое туристическое место Иордании. До пандемии тут верблюду некуда было плюнуть. Больше года на чуде света не было туристов. За это время Петру полностью продезинфицировали. И теперь богатый турист может попасть сюда, купив эксклюзивный тур. Я ничего подобного в жизни не видела. Вспоминаю только фотографии мужа из какой-то страны, не помню, где он такой сфотографирован, но было нечто подобное. Я всегда хотела оказаться в подобном месте, но не думала, что буду ощущать настолько сильный прилив какого-то вдохновения и восторга. Боже, какой же вид красивый. Надо срочно снимать. Это главное чудо Петры – дворец Эль-Хазне. Огромный помпезный фасад, вырубленный в цельной скале. И он тут не один. В скалах Петры – сотни больших и маленьких дворцов и домов. В древние времена Петра была настоящим Нью-Йорком посреди пустыни. Но несколько землетрясений разрушили город и люди отсюда ушли. Нереальная картинка. Мне захотелось сюда приехать и снять клип. Это, конечно, невозможно, наверное, но было бы здорово. А теперь еще один эксклюзив – секретный вид на Петра. О нем знают только местные бедуины. Они доставляют богатого туриста туда на муле. У меня, наверное, такое довольное лицо. Сейчас треснет зам. Мне очень нравится. Класс. Какой вид. Просто космос. Я сейчас нахожусь в абсолютно нетуристическом месте. Вот с этой точки сейчас я увижу главный храм Петры. Пойдем смотреть. Боже мой. Очень красиво. Очень красиво. Вообще удивительное ощущение – туристов нет вообще. Ни внизу, ни здесь. Прям захотелось знаете что? Крикнуть. Орел и решка! Одна из самых главных достопримечательностей Амана, да что там Амана, Иордании – музей автомобилей короля! У-ху-ху! Прошлый король Иордании Хусейн был страстным автоколлекционером. После его смерти сын Хусейна, нынешний король Абдалла II, открыл коллекцию отца для простых людей. И теперь каждый может посмотреть ее всего за 4 доллара. Вы, думаю, читали или слышали, что фильм «Марсианин» снимался в пустыне Иордании, недалеко от Петры. И вот это не просто какой-то марсоход, а это тот самый марсоход, на котором главный герой выживал на планете Марс. Помните, он еще картошку высаживал из какашек? Ну точнее он добрял какашками. Вот фильм классный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Офигеть! Тут больше сотни редких эксклюзивных авто и мотоциклов. Одни ярче других. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это не просто какое-то коллекционирование, а он практически на всех них катался. Все машины до сих пор на ходу. Говорят, члены королевской семьи могут взять себе любую со стенда. Поездить там по своим делишкам, а затем вернуть обратно в музей. Я не автолюбитель. Вообще. Я не разбираюсь в машинах, но я разбираюсь в красоте. Ну вот смотрите, Роллс-Ройс, вот он едет такой. И ты понимаешь, ну все, батя едет. Ну типа баня в знании. Это кайф. А как спрятано заднее колесо, посмотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он. 600-ый, удлиненный специально, видимо для короля, Мерседес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, это машина, на которой ездил папа римский, когда приезжал в Иорданию. Смотрите, БМВ М1 79-го года. Она разгоняется до сотни за 5,6 секунд. А так вы прикиньте, в 79-ом году такую скорость. И таких выпущено всего лишь 453 машины. Сейчас на аукционах такая машина стартует от 1 миллиона долларов. Нереально. Это что-то невероятное. Кто-то из вас знал, что в Ламборгини выпускали мотоциклы. По-моему, если я не ошибаюсь, он в единственном виде вообще существует. Это супер. Обалдеть. Смотрите. Феррари F40 и F50. Самое главное, что их скорость более 300 км в час. И это не гоночная, а чисто городские машины. О, боже мой. Посмотрите на эту вишенку на торте. Мерседес Макларен. Офигеть. Это 2009 год. Знаете, сколько таких выпущено? 75. И один стоит здесь. Нереально. Для автолюбителей этот музей покажется просто конфетой. Потому что такие машины здесь представлены, что невозможно глаз оторвать. Хочется потрогать, хочется пощупать. И мне даже удалось посидеть в одной из очень дорогих и представительских машин. Наверное, такого сказать Надя там на своей линии богатства не может. Ха-ха-ха-ха. Иорданские пустыни безжизненны только на первый взгляд. На самом деле здесь живут люди, ведуины. Только их уклад жизни несколько отличается от нашего. Насколько – сейчас мы узнаем. И в этом мне поможет местный гид Таир. Добрый день. Здравствуйте. Меня Надь зовут. Очень приятно. Добро пожаловать. Спасибо большое. Это Таир. Я очень хочу видеть бедуинов. Бедуины, знаете, сейчас необычное время. Зима, холодно, они обычно в пустыне живут. Сейчас в пещерах. Так не получится что ли? Получится, увидим всех. Отлично. Давайте к пещеру? Давай. Бедуинов долго искать не пришлось. Они живут прямо на территории Петры – в старых пещерах и бывших дворцах. Пласть их не выгоняют, а бедуины за это поддерживают Петру в чистоте. Очень много пещер. Где-то верблюда, где-то осли. Это, получается, его паркинг, да? Гараж. Типа-типа, да? Опа! Вот они, самые настоящие людьми на свете. Хочется посмотреть дом изнутри. Нам позволят зайти посмотреть? Конечно. Пойдем смотреть. Итак, на правах блогера мы начинаем рум-тур. Это вот так отапливается, я правильно понимаю? Да. Что закидывать? Чем отапливать? Дров. Дровки и погнали. Очень здесь тепло. Вижу, есть холодильник. Это как гостиная комната? Это как ливинг-рунт. А спальня вот рядом у них есть. Спальная. Классно у них. Да. Слушай, ну тут комфортно. Да. Там фотки, тоже семья, бабушка, наверное, смотри. Дети. А как они зарабатывают на жизнь? Чем? Ну, здесь в Петре в основном туризмом все занимаются. Обслуживают туристов, катают на ослах, продают сувениры. Самых богатых туристов бедуины приглашают к себе домой. Угощают приторно-сладким чаем и кофе с кардамоном. Слушай, вкусно очень. Ваше здоровье. День рождения, Орел и решка. Готовят для них хлеб арбут из муки, соли и воды, который они выпекают просто положив на тесто раскаленные угли. Потом обычной тряпкой сбивают залу и едят. А самым смелым красят глаза традиционной бедуинской подводкой кохель из золы скального можжевельника. Это очень важный процесс для глаза, для зрения. Чтобы глаз впитывает все важные протеины, которые ему нужны с детства. Поэтому у нас говорят, зрение у бедуина, как у орла. Вот смотрите, какая жизнь. Солнце, пили, грязь. Невозможно увидеть бедуина в очках. Ему там 70-80 лет, а он видит и показывает, что молодой рядом не видит. Ну что, я красавица? Надо бы второй накрасить все-таки, я думаю. Ого, я прям львица-тигрица. Ну прикольно. Бедуины хоть и живут в тысячелетних пещерах, но вполне продвинутые. Электрика от солнечных батарей, у всех современные гаджеты. Везде идеальный интернет. Как так может быть? Бедуины – удивительный феномен. Пещерные жители 21 века. И свои норы они никогда не променяют на городские квартиры. В Петре им и стены помогают. С безлимитной картой в Омане можно почувствовать себя королевой. И написать свою собственную восточную сказку на современный лад. У меня, наверное, такое довольное лицо треснет. Но даже если не суждено было стать королевской особой – не беда. Моя семья тоже король. И тоже, знаете, когда жрать нечего, подрабатываю в такси. Ведь гость в Иордане – тот же король. Его не отпустят без почестей. Королевские, как говорится, апартаменты. Угощений. Я не могу смотреть на этот кусок мяса. Реально, у меня слюни текут. И впечатлений. Я даже боюсь смотреть назад, ребята. Вау! Посмотри! Прям вот что-то рукой, прям в ресторане. Ты же можешь продать и купить себе жизнь. А че не помыли королевские номеры с той стороны? Че далеко ходить? Че я выпендривался? Че надо вот так ходить типа? А тут-то до конца крыши недалеко. Може было и так. Я немножко поправилась, я просто была у бедуинов. Вова, а еще я каталась, летала на вертолете, каталась на огромных тачках в горах. И еще каталась на муле. И знаешь, на чем мне больше всего понравилось? А, и на ламборгини. И знаешь, на чем круче всего? На мулах. Нет, ну слушай, ты по макияжу похожа на этот, верните, мой 2007. Вот Эмма единственная выжила. Надь, но я не с пустыми руками. Я не с пустыми руками пришел. Потому что я как в отличии, видимо, от тебя, раз ты с пустыми руками, люблю тебя. И я потратил половину, половину своих денег на подарок. Классно вызвать сначала чувство вины, а потом подарить подарок. Скажите, мужики, это лайфхак. Я могу открыть? Конечно, я бы хотел, чтобы это открыло. Боже мой, это так красиво. Да, это колечко. Спасибо большое. Там, конечно, неросная щеками, но на что хватило? Класс, очень круто. Ну в целом, тебе понравилось? Я просто, ребята, в восторге. Орел и Решка, вы очень крутые. С днем рождения. С днем рождения. С вами были Дантес. Хотел сказать и оленик, и Найя Дорофеева. До новых встреч. Пока-пока. Если ты вдруг решил завести собаку в Буэрдане и привести ее в дом, то вот, пожалуйста, иди собаку. Я что сломал? Аккуратно. Так оно и было. Ох, тут мух! Господи, из-за овец тут много мух. Сейчас я освобожу себе дорогу. Все, есть. Окей. Вы понимаете, я просто вот стою и завороженно смотрю на каждую… Класс! Ой, я не договорил на каждой изделий, а я именно выключился. В честь десятилетнего юбилея «Орел и Решка» едем в солнечный Канкор. С 9 по 16 мая приглашаем всех желающих отправиться с нами. Вас ждет неделя отдыха в отеле премиум-класса «Клаб Мед». Вечеринка в легендарном клубе с Леной Синельниковой. Йога и индейские ритуалы с Машей Иваковой. И я в своей стихии! Снорклинг в подводном музее с Алиной Островской. Антон Лаврентьев. И концерт Антона Лаврентьева на пляже. Вечериночка еще та намечается. Праздных 10 лет «Орла и Решки» вместе с нами. Все подробности в описании. Алина Островская. Алина Островская. Алина Островская. Алина Островская.